Всем привет из Нью-Йорка, это Вася. Сегодня я вам покажу не самые лучшие районы Нью-Йорка. Это Гарлем и Бронкс и конкретно подъезды и как живут люди. Ну, разумеется, только сами подъезды. Пробегу здесь. Обратите внимание, как было грязно на улице. Районы не самые лучшие. Это я зашел в подъезд. И теперь посмотрите, насколько чисто и аккуратно в подъезде. Напоминаю, районы не самые лучшие, не самые благополучные. Мусор просто везде валяется. Посмотрите, дома тоже не новые. Домам несколько десятков лет. Посмотрите, насколько здесь чисто и аккуратно внутри. Здесь мусор расфасовывают отдельно, картон отдельно, бытовой мусор и отдельно, по-моему, пластик, металл и стекло кидают. Это бейсмент. Здесь у людей лаундри. Ну, то есть стирка, сушка. Да, огромные минусы Америки для меня это то, что не везде дома можно держать стиральные машинки. Далеко не везде. Для меня это огромный минус Америки. Но к этому довольно-таки быстро привыкаешь, если честно. И место дома меньше занимает. И стирка не так уж это и страшно. Сходить в подвал, в лаундри или в соседний дом. Ну, реально. Ну, вот, собственно, сам лифт. Ничего страшного и сложного в этом тоже нет. Лифт тоже старенький, но он хорошо работает. Есть он и нумерация этажей нормально показывает. Да, лифт далеко не новый, но он отлично работает. Я здесь видел лифты, которым по 130 лет, прикиньте. 130 лет. Вот. Это, опять-таки, этаж. Я поднимаюсь наверх. Здесь я по работе в этом доме, разумеется. Не просто так я сюда зашел. Мне этот подъезд, если честно, даже понравился. Мне очень нравятся кирпичи. Здесь, в Нью-Йорке, все жилые дома построены из кирпичей. Это частные дома. Люди строят, как говорится, из говна и палок. Но здесь просто другая технология строительства. Дома стоят и по 100 и по 200 лет, и ничего страшного с ним не происходит. Вот, мне тут дали ключики. От крыши я поднимаюсь. Просто так на крышу не попасть. Как правило, она всегда закрыта. Вон, видеокамера там стояла. Я открыл. Вот сама крыша. Ну, крыша как крыша. Я не знаю, какие крыши в России. Но мне нравится здесь, вот если честно, по крышам Нью-Йорка ходить. Я здесь бываю по работе постоянно, на разных крышах. Вид очень интересный. Да и просто прикольно. Я в детстве всегда мечтал по крышам походить. А уж по крышам Нью-Йорка, так я и никогда не мечтал даже просто побывать. А тут я каждый день хожу, смотрю на эти виды. Где-то красивые, где-то не очень. Я уж саму работу не стал показывать, потому что я подписывал соглашение о конфиденциальности. И, я так понимаю, про работу вообще не стоит ничего рассказывать. Ну, у меня ничего интересного-то в принципе и нет. Я помощник механика по ремонту и обслуживанию лифтов. Я приехал на обслуживание. Ничего такого. Разумеется, напарника я тоже не буду показывать, потому что это мой канал. Да и некрасиво людей без разрешения показывать. Вот. Крыша, оборудование. Вот я захожу назад в подъезд. Закрываю на замок. Вот. Emergency выход. То есть, если вы захотите выбежать из подъезда на крышу и откроете через этот emergency, то сработает аларм. Ну, то есть сигнализация. Это я ключи подбираю, потому что я благополучно забыл, каким ключом закрывался. Вот. То есть, просто так на крышу не выйти. Вот я проверяю. Если вы нажмете на красный, то заорет сирена. Значит, что вы в беде. То есть, не делайте так, пожалуйста. Вот я спускаюсь. Мне реально очень понравился этот подъезд. И еще раз обратите внимание, насколько здесь чисто. Чистые стены. Американцы даже в неблагополучных районах, они следят за своим жильем, потому что они здесь живут. Зачем они будут пакостить? Зачем они будут разрисовывать стены? Зачем они будут оставлять какие-то отходы в подъезде? Если они, ну, сами тут живут? И это, с моей точки зрения, достойно уважения. Чистые подъезды во всех районах Нью-Йорка. Вот реально, в любой район зайдите, в любой дом зайдите. Где бы кто ни жил, подъезды будут чистые. Это я еще раз захожу в лаунере. Кстати, я вам не рассказал про цены. На стиральных машинках горит надпись 2 доллара. А это сушилки. Сушилки подключаются к газу. Они работают на электричестве и на газу. Как правило. Вон, 2 доллара на стиральной машинке было. Обычный, стандартный цикл. Вот я. Hello. It's me. В лаунере иногда еще есть туалет. Зависит от того, насколько большой дом. Некоторые люди, когда стирают, просто приходят, садятся, смотрят стенку. И я таких видел. Есть, которые идут домой или идут гулять. Есть, которые сидят в телефоне. Там, ну, кто как развлекается, разумеется. Вот. Обратите внимание, это мусоропровод для обычных бытовых отходов. Обратите внимание, посылки стоят на полу. Район неблагополучный. Обратите еще раз внимание. Посмотрите, какой подъезд. Двери стеклянные. Везде видеокамеры. И обратите внимание, какой срач на улице. То есть видно, что район не самый лучший. Но дверь... А это Бронкс. Кстати, раньше был Гарлем. Я показывал Гарлем. Это я показываю Бронкс. Тоже далеко не самый замечательный район. Конкретно здесь. Тоже обратите внимание на стены. На сам подъезд. Насколько чисто. Это не элитное жилье. То, что я показываю. Это самые обычные квартиры. Здесь живут самые обычные люди. Я уж не знаю. Кто-то в аренде. Может быть, государство кому-то предоставляет. По каким-то различным программам. Программ много. Я в них не разбираюсь, если честно. Еще даже не вникался. Потому что Америка для меня это страна новая. И я много чего не знаю. Ну, таким домам, которые я сейчас показываю. Обычно они как минимум 30-х годов постройки. Иногда 1800 там какого-то года. Самые ранние лифты я видел 1894 года постройки. И мне интересно, эти лифты потом сделали или они уже как-то проектировались. Он мусоропровод, видите, тоже. Но сейчас их начали закрывать. Перестают использовать. Потому что все-таки тараканы. И больше люди ходят в бачки выбрасывать. Их ставят туда. Черные большие пакеты. И сам мусор выбрасывают. Никто не будет жить в квартире с тараканами. Многие говорят, что в Америке полно мышей и тараканов. И никак вы от них не избавитесь. Но не будут люди жить в квартире с мышами и тараканами. Когда вы спите, по вам ползают тараканы. Понимаете, не будем говорить глупости. Если в квартире есть насекомые, то вызывается какой-нибудь там терминатор. Здесь они так называются. И причем, обратите внимание, здесь в Америке, в Нью-Йорке по крайней мере, все довольно-таки природное, экологичное. Поэтому вся эта живность и заводится. Здесь птичек, белочек, всяких сусликов, пруд-пруди. Ну, сусликов, конечно, условно. Всякие белочки, птички, насекомых просто уйма. Все живет, радуется. Дома экологичны. Поэтому всякие там штуки иногда и заводятся. А в бетоне, ну, кто заведется. Здесь, обратите внимание, даже неблагополучные районы и дома, они из кирпича. Они красивые. Они внутри ухоженные. Вот, это Бронкс конкретно. Обратите внимание, дом кирпичный. И все дома кирпичные. Из дерева, из таких листов строят дома частные. А у многоквартирных домов совершенно другие стандарты строительства, стандарты качества. Здесь все делается по кодам. В России всякие нормативы, законы, а здесь коды. Код строительства такого-то года, код такого-то года. И в зависимости от этого кода применяются те или иные нормативы. Обратите внимание, когда идет стройка, все обносится забором. И в стройке есть всегда окошечки. И вы можете посмотреть, что за фигня там происходит. Мне всегда это было интересно. Особенно поначалу я всегда туда пярился. Потому что вот такой я любопытный. Ну вот, в общем, это были подъезды Гарлема и Бронкса. Не самых лучших мест в этих районах. По мусору вы видели, что это далеко не самые замечательные районы. Но все-таки, насколько это чистые были подъезды, стеклянные входные двери. Почтовые ящики там стояли. Посылки возле почтовых ящиков стояли на полу. И стены чистые, аккуратные, не изрисованные. Да, иногда ремонт там происходит, разумеется. Никто кнопки в подъездах, в лифтах не поджигает. Никто маркером стены не изрисовывает. Никто ничего не отламывает. Окна не выбивает. Обратите внимание, отсутствие решеток на окнах на первых этажах. По-моему, это тоже немаловажно. Какая коммуналка в этих районах, я не знаю, если честно. Сколько люди платят за аренду, я тоже не знаю. Если интересно, могу посмотреть. Но вряд ли кто-то из моих подписчиков поедет жить в Гарлем или в Бронкс. Поэтому, я думаю, смысла нет. Как правило, русскоязычные в Нью-Йорке селятся где-нибудь в русских районах. Есть и еврейский район, есть просто русский район, типа как СССР. Нет конкретного района для жителей СНГ. Например, тут живут украинцы, там живут казахи, там живут русские, а там Удмуртия, например. Нет. Все живем вместе и все мы называемся русскими. Даже если вы выросли в Узбекистане, русский не знаете, говорите только по-узбекски, в Америке, скорее всего, вас будут называть русским. Потому что американцы особо не разбираются, где какие там страны находятся. Для них это все примерно Россия. И многим украинцам, белорусам проще представляться, что они из России, чем объяснять, где Украина или где Беларусь находится. Извините, если что-то некорректно сказал. Но это по моему опыту и как я замечал, как люди говорят. Да и в принципе, американцы, они доброжелательные и позитивные. Они очень рады иммигрантам. Они говорят, вы молодцы, вы изменили свою жизнь, вы пытаетесь что-то сделать, вы учите другой язык, вы молодцы. Я ни разу не слышал, что здесь, чтобы здесь сказали, понаехали. Ни разу никто слово понаехали не сказал. Американцы говорят, вы молодцы, вы сильные люди. Так и живем.